Дорогие друзья, наша следующая номинация называется «Открытие года». Можно поаплодироваться? «Открытие года». Каждый, когда-то мечтал, чтобы открыть себе здесь открытие года номинации. Кстати, изначально она была задумана как национальная премия. Это специальная награда для молодых авторов Украины. Возраст участника до 30 лет. Из любительской категории, чьи работы жюри посчитают наиболее интересными и перспективными. Задача этой номинации — поддержать талантливых людей. А ну вот, все, кто до 30, отзовитесь, поаплодируйте. Так, чтобы вы понимали, что вы участвовали в этой номинации. Аплодировали все. Все в душе до 30, поэтому все хорошо, замечательно. Тем не менее, в номинации «Открытие года» я приглашаю к нам Александра Чернова со своей работой «Романтик» в жанре флора и фауны категория любителей. Здравствуйте. Вы романтик? Да, есть. Мечтатель. Мечтатель. То есть вот куда ваши мечты забрели, я так понимаю, да? Так, хорошо. Но вот опять-таки, возвращаясь к вопросам, фотография, долго подготовились, подготовливались? Вот вылавливали? Нет. Фотографию сделал прямоходом. Иногда возвращаясь к своим любимым местам, которые я уже освоил, как потенциальная для макрофотографии. И иногда просто везет. В этом случае просто присел в траву и просто стал наблюдать. В нашем зале присутствует председатель жюри, один из ведущих фотографов Украины, автор фотопроектов, представленных в многочисленных персональных выставках в Украине и Европе. Автор трех книг. Вот ваши аплодисменты я приглашаю к нам. Игорь Гайдай, прошу. Игорь, бывает ли несколько слов, как оценивалось вам уже как в жюри все работы, насколько вот сложно, несложно? Я знаю, что в этом году было сложно выбрать победитель. Но расскажите пару интересных моментов, фактов из того, что выбирали, как определяли и оценивали. Действительно было сложно, потому что сегодня за одну секунду в мире производится несколько миллионов изображений. Поэтому фотография сама по себе как предмет стала очень отличной нашей жизнью. Но это заставляет наших братьев-фотографов повышать планку для того, чтобы быть услышанным и увиденным. Нужно больше быть образованным, нужно живее думать и совершенствовать свое фотографическое мастерство. Я скажу, что фотографии этого конкурса более выразительные, более качественные. Фотографии больше, поэтому выбирать было сложнее. Но критерии, в принципе, разработаны давно. Фотографии скоро будет 200 лет. Поэтому чисто это положительный план, конечно, было нелегко судить, но опыт уже какой-то есть. Поэтому я думаю, что в общественном состоянии призер, победитель. Видите, микрофон не привыкли. В общем-то, вот и все мои слова. Порционарий я должен пригласить Дмитрия Сахарова, нашего арт-директора. Есть в школе фотографии. Благодаря ему случилась тоже эта фотопремия. Он является куратором этого проекта. И вот вы благодаря ему пришли сюда. Здравствуйте, дорогие гости. Немного о фотопремии. Секс, еда, тепло, общение. Все это базовые человеческие ценности. Фотография такой ценностью пока что не является. Но все к этому идет судя по тому, сколько людей в зале. И дело в том, что поле фотографии будет плодоносить. Если ее будет облучать солнце общественного внимания. Если оно будет питаться живительной силой идеи и проектов. Прошу поприветствовать счастливчика, удача которого была настолько сильна, что могла отодвинуть соперника в сторону в буквальном смысле слова. Фотография года под названием «Майдан. Сыльни-люды». Владислав Мусиенко, победитель номинации «Фотография года». Давайте подромте поаплодируем. Поприветствуем. Пускай победитель окунется в эти овации, в эту теплую атмосферу. И действительно почувствует, что не зря проделанные работы, не зря сейчас вот стоит здесь и получает награду. Ну что же, Владислав, точно так же, скажите, сколько вы находились, когда все это происходило на Майдане, сколько вы пребывали там? На Майдане я был с первого дня столько, сколько минут будет. И до последнего, конечно. Еще долго. Но скажите, изменился настроение? Вот с начала, когда вы пришли, как фотограф, как майстер, чтобы снять все. И вот трошечки позже, как изменился этот настроение, особисто ваш? Особисто мой. Я очень быстро понял, что события, которые происходят на моих очах, не просто непересечной, а геополитичной масштабой. Поэтому я сейчас шкодую только про одно, я снимал мало. Хотя я снимал весь час, я считаю, что я снимал мало. То есть, если бы вы снимали больше, мы бы еще больше увидели ваших работ, и мы бы еще больше узнали, что там самое случилось. Нет, вы бы увидели в РИБИТ ревно столько, потому что здесь обмежено все количество 6 штук. Но, возможно, вы бы увидели в других. Нет, ну на другом портале мы бы увидели больше ваших РИБИТ. Ну что же, я с огромным удовольствием дарю вам наши подарки. Эти аплодисменты 23 900 гривен. Денежный сертификат, сертификат на приобретение оптики Тамрон также достается вам. Там, кстати, было сказано, что оптика для любителей и профессионалов. Как вы уже будете выбирать для себя оптику? Ну, я разберусь. Посмотрите, да? Ну, а так вот, если, знаете, не думая, вот это... Ну, пока вот есть представитель компании, почему бы там, вы знаете? Завычайно, профессийно. Профессийно. Ну и, конечно же, наш главный золотой фото Оскар, который вы забираете также себе. Скажите, кстати, это по счету такая награда? Первая, первая, первая и не остальная, друзья, вашей области.